Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Фибра Петерсон и я, Эдуард Петер. И сегодня мы с вами поговорим об одном из видов искусства абстрактном. Дело в том, что я сам сторонник таких абстракционистов, как Кандинский. Допустим, да, мне нравились его графические работы. Но я так подумал, думаю, можно, наверное, же и использовать это самое 3D. Действительно, я нашел художников, которые в 3D работают и попытался за ними повторить. Вот, посмотрите. То есть я сейчас включу другой рендер, чтобы у нас оно не было таким шар-шаром. Кстати, берем, скажем, Иви. Иви и, скажем, вот сюда, вот так. Посмотрите, что я сделал. Я собрал из разных материалов, из разных форм, используя при этом, конечно же, грубый прием буллинг, то есть прорезая дырки, никаких я не делал тут. Топология, это понятно. И в итоге вот создал потом такую сцену. И здесь у меня 4 вида света. Первый, вы видите, он работает сразу же на нашу сцену. Второй идет отражатель. Ну, как бы, понимаете, помогает то, что я фотограф, предметчик. Да, мне это не надо преподавать. Я сам это разбираюсь в этом деле. И, короче говоря, вот здесь у нас источник света. Я не знаю, почему его не видно, но, наверное, потому что мы в этом находимся. Так, почему их не видно? Ну, поверьте на слово тогда, что вот здесь стоит источник света точечный, и сзади стоит источник света точечный. И в итоге, в итоге, если мы... А, кстати, по цвету я использовал цветовую гамму того художника, который это делал. Мне она очень понравилась. Ну, в принципе, есть сайты, где дают такие гаммы, которые вы можете использовать. Допустим, 5-6 цветов, все, достаточно. Больше вам не нужно в абстрактном дизайне. Не надо пестрить здесь. Ой, я смотрю, у меня тут пешка провалилась, да? И в итоге, если мы нажимаем... Сейчас мы посмотрим сайты. Сделаем поменьше. Допустим, у меня в Вики 2,500. Ну, скажем так, резолюция... Ну, пускай будет 800, чтобы мы быстро увидели. На 600. Так, 0 нажимаем. Видим вот такое. Рисунок. Но лучше нам сделать, наверное, наоборот. Здесь сказать 600. Вот здесь 800. Вот. Вот такой мне больше нравится. И отправим его, допустим, F12 в рендеринг. И посмотрим, что у нас получится. Здесь идет освещение сцены, чтобы мы видели, как свет уже толком-то, свет выделяется уже, и тени правильные. Тогда, когда мы идем в рендеринг. И тогда уже идет просчет всего. Так, ну, вот такой у нас получился. Я, пожалуй, сделаю еще здесь одну фигуру. Мне не хватает для композиции, допустим. Ну, я думаю, ферзянь сделаем. И пускай сверху смотрит на пешку. В каждой абстракции есть что-то художника свое. Скажем, каждый старается художник что-то привнести свое. И только ему известно, естественно. Остальные будут гадать. Ну, мы сейчас возьмем этот, пока без ферзя, да? Ну, потом я его сюда поставлю. Так, мы сейчас скажем имидж. Скажем, save us. И пойдем на desktop. Тут, видите, у меня приготовлено еще некоторые, но о них позже. Так, скажем так, что это абстракт ноль. Абстракт ноль. Нулевой. Ну, теперь мы можем пойти в Photoshop с вами. Дело в том, что можно, конечно, обходиться без Photoshop. Но, как бы, Photoshop дает возможность уже подточить некоторые детали. Потому что, по идее, мы получаем рода тай. Абстракт 2, вот оно, да? То есть, сырец. Из которого мы потом можем делать. То есть, вот смотрите. Это вот, который с ферзью у меня. Да, я ее все-таки поставил сюда потом. А вот этот, который мы с вами ноль. Где у нас абстракт ноль? Ну, сейчас пойдем. Так. Сейчас я покажу вам, сравню просто. Там немного действий совершенно. Это desktop. Абстракт ноль. Вот. Вот так. Так, два окна. Вот так. Расположение. И вот так, два вверх по вертикали. Вот, смотрите. То есть, вы видите, что практически... Вот здесь... Очень хорошее сочетание тогда получается. Вот три цвета, вот три цвета, вот два цвета, да? То есть, дерево присутствует. И шарики такие очень блестящие и так далее. Ну, сначала мы займемся вот этим. Да? Так. А потом уже абстракт два. Сначала вот абстракт ноль. Вот, смотрите. В принципе... Так. Это не нужно мне здесь. Мы берем коррекцию. И говорим, и видим, что у нас не хватает. Вот тут белого, да? Вот и все. Дальше подвинем немножко темного. И получаем. Уже готово. То есть, буквально две секунды, и у нас очень красивый получается. На мой взгляд, во всяком случае. Теперь, смотрите, что дали мне, как я вам рассказал, вот этот передний был. Он осветил вот эту часть, очень хорошо осветил, да? Сбоку он подсветил вот, вот видно, что сейчас мы с вами перейдем сюда и посмотрим. Видите? Вот этот блик, это ничто иное, как подсвеченный этим отражателем. Вот этот, видите, тоже, да? Здесь стоит пункт света. Его не видно хорошо. Допустим, в других программах они видны. А здесь его не видно в блэнбере, это не умно сделали. И сзади, чтобы подсвечивался весь этот фон, как бы он нам его предлагает. На, возьми, посмотри. У меня тоже стоит небольшой такой. Так, этот. Ну, как небольшой, большой выдовольник. Да, я там в радиус побольше сделаю. И вот теперь так выглядит эта штука. Конечно же, я ее отправил на Shutterstock. Это однозначно. Я хочу посмотреть. Но дело даже не в этом, ребята. Купят, не купят. Мне мало это интересует. Да, у меня много других работ, которые покупают. Тоже симпанк. Но, меня интересует это с точки зрения, что здесь мы с вами играем с цветом, цветом, текстурой, фактурой. И это очень полезно. И моделинг. То есть, даже примитивный моделинг, он очень помогает вам развивать навыки. Да, то есть, вы уже смотрите на вот эту самую вещь, и вы понимаете, как она сделана. И вы знаете, какие инструменты нужны. Это очень важно, особенно в самом начале. Это вот самое такое интересное. Но более он развивает такие абстрактные вещи. Они развивают чувство гармонии, чувство цвета, света. И поэтому я для себя решил штуки 3-4 сделать. Вы видели, что вы поняли, что это я делал без вас. Этот я сделал без вас. Потому что не каждый человек, ну скажем так, увлекается этим или понимает в этом, что для многих это просто набор каких-то кубиков непонятных. А для истинных художников, да, они любят смотреть на формы, да, они любят цветом, да, сочетания. Это радует глаз, да. Вот. И вот именно умение создавать пропорции и композицию тренируется здесь очень быстро и очень наглядно. Поэтому я и хочу спросить вас, дорогие друзья. Как вы видели, у меня на, так, где, на десктопе лежат еще несколько штук. Вот. Одна, которая мне наиболее симпатична, да. Видите, здесь уже металл. Там было дерево, здесь уже металл. Потом вот, как сделать вот эти дырточки все, да. Как это сделать? Как выгнуть эту трубу, подогнать к ней все, да. То есть цвет, видите, серый, темно-серый и еще черноватый. Но черного здесь никогда не бывает. И вот эти тени и вот сама композиция мне очень нравятся. Также здесь, посмотрите, чудесные формы. Все продумано. Идет диагональ, да, красивая диагональ формы, цвет. Мне нравится сочетание цвета. Очень нравятся вот эти вот такие тона. Вот что-то в них есть успокаивающее такое. А бронза, вот эта, она дает, как бы, на мой взгляд, немножко элегантности такой, ну, как бы, сочетание. Ну и вот этот, да. Здесь, видите, перекликание шаров тоже, вот, форм, текстур, ну, и цвет, опять же, видите, берется вот серый. Неуловимо, скажем так, разность между этими двумя цветами, но тем не менее оно. И посему, дорогие друзья, я сейчас начну следующий. То есть у меня есть уже готовая, у меня есть уже готовая сцена, поэтому здесь в сцене я менять-то ничего не буду. Но я поиграюсь, я добился того, что я хотел, да, мне понравилось. Я сейчас буду играться с, уже опять с формами, да, с какими-то это, то есть я сохраню там штуку, эту сцену, как сцена, которая является базовой. Я так и напишу basic сцены. И в ней начну лепить новую конструкцию. И вот поэтому у меня к вам сегодня такой вопрос. Если вам вдруг это интересно тоже, да, ну, вы скажите просто. Я смотрю, просмотров у нас увеличиваются, некоторые вещи вообще вызывают до выше ста уже просмотров. Если сравнить четыре месяца назад, когда было там всего ничего, то сейчас уже идет какой-то прогресс. Поэтому, пожалуйста, в комментариях, ну, пару слов черкните, что да, мне интересно. Мне интересно, я хочу. И достаточно, я уже буду знать, что я не зря трачу свое время. Вы же понимаете, что это в два раза дольше, если я делаю видео. А оно как бы занимает и обработка потом, и во время там, ну, множество раз приходится переписывать. Особенно, когда собака, ну, как сейчас, начинает вопить, хочет на улицу. Это все слышно, приходится вырезать. Поэтому, я сейчас с ним ухожу гулять, а вы мне, пожалуйста, скажите. Просто, я говорю, не поленитесь, или просто плюсик поставьте, господи. Все равно дома сидим, делать нечего. Итак, всего вам доброго, в общем, комментируйте. Пока, до следующего видео. Продолжение следует...